Всем привет! С вами Роман Стикс. В этом видео мы рассмотрим с вами использование плагина Vocal Rider от компании Waves. В прошлом, да и сейчас, многие используют автоматизацию громкости вокала для того, чтобы адаптировать вокал максимально к динамике самой музыки. То есть, чтобы все фразы хорошо прослушивались, не было бы участков, которые слишком тихие или наоборот, слишком выбивающиеся по громкости. Как вы знаете, излишняя компрессия вокала может сделать звучание ненатуральным и, как говорят, пережатым. В то же время автоматизация громкости вокала вручную – это очень трудоемкое и длительное занятие. Именно в этом на помощь нам приходит плагин Vocal Rider. Он позволяет автоматически управлять громкостью вокала, принимая во внимание динамику музыки. Ну, давайте рассмотрим, как его использовать. Плагин этот устанавливается как последний плагин на дорожку вокала или вокальную подгруппу. В данном случае я установил его на подгруппу. Вот вы видите, это группа, Aux Track номер 3. И здесь последним плагином установлен Vocal Rider. Для того, чтобы Vocal Rider имел возможность анализировать не только динамику вокала, но и динамику музыкального сопровождения, ему нужно подать музыку в Sidechain Input. То есть, если мы работаем с мультитреком, то подать музыку, только музыку без вокала, в этот самый Sidechain Input Vocal Rider можно двумя путями. Можно через посылы с каждой инструментальной дорожки отправить копию сигнала на какой-то бас. Причем сделать это нужно после фейдера, то есть постфейдерный посыл нужен, чтобы взаимосвязь громкостей сохранилась. И этот бас мы указываем здесь как Sidechain вход этого плагина. Есть также другой вариант. Я чаще всего делаю именно так. Если я работаю с мультитреком, то я просто выключаю все вокалы, делаю экспорт и эту дорожку импортирую в проект. Эта дорожка у меня является тем самым музыкальным треком, который я подаю вот сюда на Sidechain Input. Давайте рассмотрим это на практике. В данном случае у меня нет здесь мультитрека, у меня здесь есть минусовка. И вот посмотрите, что я здесь сделал. Эта минусовка у меня отправлена на некий бас. Номер его не имеет значения, в данном случае это бас 51. Вы видите, что посыл у меня постфейдерный. Вот галочка стоит постфейдер. И посыл этот стопроцентный. Вы видите громкость на нуле, громкость самого посыла. В Logic и некоторых других секвенсорах, когда мы делаем посыл на какой-то бас, самостоятельно автоматически создается AUX трек. В данном случае мне это не нужно, потому что получается, что копия этого сигнала просто играет через другую дорожку. Поэтому output у этого AUX я убираю. Я выбрал No Output. Что это означает? Это означает, что копия сигнала, вот этой минусовки, идет на этот самый бас 51. Что такое бас? Это по сути виртуальный кабель. И этот кабель у меня идет в этот плагин. Здесь вот я выбрал его в окошке Sidechain. Я выбрал бас 51. То есть мы никоим образом не слышим этот посыл, но он является управляющим для этого плагина. То есть если бы у меня была здесь не минусовка, а огромный мультитрек, все было бы то же самое. У меня играл бы мультитрек, а вот эта минусовка выполняла бы роль вот этого самого Sidechain входа. Только в случае с использованием мультитрека я бы убрал output и у минусовки тоже. И так, чтобы точно было понятно, еще раз повторю. Плагин VocalRider через Sidechain вход должен получать только музыкальный сигнал, без вокала. Обычно настройка начинается с того, что мы определяем вот этот целевой уровень вокала. Что это означает? Вот я сейчас включу воспроизведение. Начинается вокал. Так вот, этот целевой уровень, это та громкость вокала, которая расценивается нами как оптимальная. То есть при помощи этой ручки мы в целом определяем, как примерно должен звучать вокал. Это тот самый центр громкостной, относительно которого вокал Rider будет либо повышать громкость вокала, либо понижать, в зависимости от громкости вокала и от громкости музыки. То есть желательно определить эту границу таким образом, чтобы были какие-то порции вокала, которые звучат громче, но также были и такие, которые звучат тише. То есть это некий средний пиковый уровень вокала. Это понятно. То есть на слух и визуально глядя на индикацию, мы выстраиваем этот уровень. Далее у нас есть две ручки чувствительности. Чувствительность, касающаяся вокала и касающаяся музыки. Чувствительность вокала, вот эта ручка, позволяет нам управлять насколько точно. Плагин определяет, когда вокал присутствует, а когда он отсутствует. Прежде всего нужно обращать внимание на начало и концовки фраз. Смотреть, чтобы плагин их точно определял. Если слишком много информации воспринимается плагином как вокал, то мы чувствительность можем ослабить. Если наоборот мы видим, что он недостаточно четко срабатывает в зависимости от вокальной динамики, то мы можем ее увеличить. Давайте посмотрим. По индикаторам, по вот этим, понятно, как срабатывает плагин. Ну и также по движению ручки громкости. Попробуй уменьшить чувствительность. Ну вот довольно точно сейчас плагин справляется с определением, где присутствует вокал. Вы видите, что по динамике индикация здесь совпадает ритмически с тем, как вокал определяется плагином. То есть вот эти отрывистые фразы, мы видели, что индикация происходила таким образом, что между ними плагин понимал, что вокала нет. Если бы он все время в процессе этих отрывистых фраз был бы в состоянии работы, то коррекция могла бы быть недостаточно детальной. Часто из практики могу сказать, что я оставляю эту ручку на нуле, и плагин при этом оптимально реагирует на динамику вокала. Лишь в некоторых случаях мне приходится это корректировать. Теперь, что касается чувствительности музыки. Это одна из главных и очень удобных возможностей вокал райдера. То, что он может принимать во внимание динамику музыки при изменении громкости вокала. Как с этим работать? Если мы слышим, что в какие-то моменты, когда музыка становится более громкой, плагин недостаточно повышает громкость вокала, то мы можем понять, что плагин недостаточно чувствителен к изменениям музыки. И мы тогда чувствительность эту поднимаем. То же самое, если в музыке наступает какой-то провал по динамике, а громкость вокала не снижается, тем самым вокал получается слишком громким в эти моменты. Это тоже говорит о том, что чувствительность плагина к музыке слишком низкая. И тогда ее нужно увеличить. Если же наоборот происходит очень много коррекции вокальной, и плагин срабатывает на каждый всплеск в музыке, то чувствительность, возможно, нужно уменьшить. То есть при помощи этой ручки нужно добиться натуральности в изменении громкости вокала. Ну давайте посмотрим, как это работает. Музыка сейчас звучит довольно ровно. Нет особых всплесков. Послушаем, что происходит дальше. Жизнь без любви, давай до свиданья. Любить и-и-и меня. Любить и-и-и меня. Давайте попробуем увеличить чувствительность в жизни. Жизнь без любви, давай до свиданья. Любить и-и-и меня. И теперь уменьшим. Послушаем еще раз. Жизнь без любви, давай до свиданья. Любить и-и-и. Ну вот на этой гласной буквально незначительные изменения в громкости мы видим. В случае, если чувствительность выше, там мы слышим шумовое нарастание в музыке, плагин начинает принимать его во внимание, и громкость вокала компенсируется. Она становится чуть громче. Вот посмотрите, на высокой чувствительности к музыке эта ручка громкости примерно на нуле. Давай до свиданья. Любить и-и-и. И теперь посмотрите, я уменьшаю эту чувствительность, и положение ручки будет совсем немножко ниже. Тут не такое сильное изменение динамики музыки, поэтому разница небольшая. Итак, давайте послушаем эту фразу с низкой чувствительностью. Пай до свиданья. Любить и-и-и. Не сильно, но все же чуть-чуть ниже была громкость вокала, потому что плагин был менее чувствителен к динамическим изменениям в музыке. То есть, если говорить об этом упрощенно, если плагин недостаточно быстро срабатывает на динамические изменения в музыке, то чувствительность можно увеличить. Если наоборот коррекции слишком много, то можно чуть уменьшить. Далее. Здесь мы видим переключатель Fast и Slow. Этот переключатель позволяет нам управлять атакой вокал райдера. В режиме Fast мы позволяем плагину более резко изменять громкость, исходя из динамики вокала. В режиме Slow коррекция получается более плавная. То есть, реально только на слух вы сможете понять, что звучит наиболее гармонично с данным конкретным треком. Ну, давайте послушаем. Сейчас в режиме Fast. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы он срабатывал более плавно. Потому что были некоторые всплески в громкости вокала, которые мне показались не очень натуральными. Поэтому я переключаю сейчас плагин в режим Slow и посмотрим, как он будет срабатывать теперь. Прошлую ночь мы оставим в секрете. В данном случае было лучше, но все равно были некоторые всплески, которые мне говорят о том, что может быть целевую громкость вокала стоит поставить чуть-чуть пониже. Луна в рассвете Прошлую ночь мы оставим в секрете Как на двоих загадали желание Жизнь без любви Давай до свидания Да, вот сейчас было гораздо лучше. Я лично после того, как настраиваю вокал Rider, обязательно слушаю еще раз весь трек, не глядя на плагин. Потому что визуально иногда, наблюдая движение вот этой ручки громкости, кажется, что в отдельных моментах слишком много или наоборот слишком мало коррекции. И не глядя на плагин, в большинстве случаев я понимаю, что коррекция очень натуральная. И так я понимаю, что плагин настроен правильно. Но мы поговорили еще не про все настройки. Мы можем также управлять диапазоном коррекции, допустимой. В данном случае мы видим, диапазон составляет 12 дБ. То есть мы разрешаем на 6 дБ поднимать громкость вокала и на 6 дБ ослаблять. Мы можем уменьшить этот диапазон. Например, разрешить ему на 3 дБ только поднимать громкость вокала и также на 3 ослаблять. Таким образом плагин будет работать более деликатно. Давайте послушаем. Субтитры сделал DimaTorzok Ну, я думаю, вам понятно, в чем суть. То есть диапазон коррекции вот этот влияет непосредственно на то, как сильно мы разрешаем плагину изменять громкость вокала. Далее. Все равно есть отдельные моменты, в которые хотелось бы внести коррекцию на слух. И здесь мы можем поработать с автоматизацией. Плагин может сам записать дорожку автоматизации, исходя из динамики голоса и музыки. После того, как мы увидим эту кривую, мы можем ее откорректировать. Так вот, как это делается. После того, как мы настроили плагин максимально оптимально, здесь внизу мы нажимаем кнопку Automation Write. И также на треке или на группе, где установлен этот плагин, мы выбираем режим записи автоматизации. И посмотрите, что теперь происходит. В процессе воспроизведения будет происходить запись той кривой, которая рассчитывается вокалрайдером. Солнце проглотит луну на рассвете Прошлую ночь мы оставим в секрете Как на двоих загадали желание Вот вы видите, записана автоматизация, которая отображает все изменения громкости вокала. И теперь давайте посмотрим, какая кривая получится с более высокой чувствительностью. Солнце проглотит луну на рассвете Прошлую ночь мы оставим в секрете Как на двоих загадали желание Жизнь без любви Давай до свидания Любить и-и-и меня То есть, как вы видите, автоматизация получается гораздо более детальной, если чувствительность выше. Итак, теперь, когда эта автоматизация записана, мы можем вносить какие-то изменения. Для этого мы ставим плагин в режим чтения автоматизации Read и то же самое делаем на самом канале. И теперь мы можем корректировать детально эти изменения громкости, внося изменения в автоматизацию. Вот, например. Допустим, мне не понравилась вот эта вот впадина вокальная. Я ее могу откорректировать. То есть, эта автоматизация нам нужна только для того, чтобы вручную откорректировать какие-то более тонкие нюансы. То есть, сейчас ручка громкости этого плагина выполняет все то, что записано вот в этой автоматизации. После того, как вся автоматизация прописана и все динамические изменения здесь выполняются, все равно иногда возникает необходимость поднять или ослабить громкость вокала в принципе. Для удобства у нас есть ручка громкости, которая не зависит от этой автоматизации. То есть, мы можем ослабить громкость вокала здесь или поднять. Ну, таким образом мы рассмотрели все органы управления этого плагина и его использование. Плагин очень полезный, особенно когда и вокал, и музыка по динамике имеют достаточно большой разброс. Он позволяет более тонко вписать вокал в фонограмму в таком случае. На этом все. С вами был Роман Стикс. Увидимся в следующих видео. Пока.